С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области. Согласно им, в Подмосковье появилась новая форма социальной поддержки, выплата ежемесячного денежного пособия лицам, ухаживающим за инвалидами первой и второй группы. Но чтобы получить эту выплату, необходимо окончить вот такую школу ухода. Тщательный уход за тяжелобольным или инвалидом. Поэтому постоянно 2-3 часа мы его поворачиваем, меняем местоположение, мы спроветриваем помещение, мы делаем гигиенические ванны, процедуры. Программа школы разработана Министерством социального развития. 5 часов теоретических занятий и 3 практических. Вадим Ланцов, пенсионер, приехал из Одинцовского района. Он ухаживает за родственницей, инвалидом первой группы. Учится прилежно, тщательно все конспектирует и активно обсуждает полученные знания. Соцзащиты мне подсказали, что такие курсы сейчас вводят. И чтобы правильно осуществлять уход, надо, соответственно, пройти те курсы. Очень много нового, в частности, как себя вести с больными, как нужно организовать быт. Ну и многие такие сложности, которые раньше значения не придавало. Здесь акцентирую на это внимание. И теперь как бы мы знаем, будем поступать правильно. Только после окончания школы гражданин, ухаживающий за инвалидом первой или второй группы, сможет получать ежемесячную выплату. Ее величина привязана к прожиточному минимуму, установленному в Московской области для пенсионеров. И в настоящий момент составляет 18 274 рубля. На этих уроках дают только важную информацию. Уроки у нас проводятся и по уходу, и по гигиене, по реанимации, да, какие-то сложные ситуации, какие-то психологии. Очень много психологии преподаем, потому что возрастные изменения, они как бы имеют место, да, и мы с возрастом подвергаемся. И как с этим справляться, да, конфликтные какие-то ситуации, как с пожилым человеком находить общий язык. Уроки бесплатные, по сути, записаться на них может любой желающий, например, волонтеры или сотрудники благотворительных организаций. Данные занятия посещают и некоторые работники Центра Вера. Здесь мы учимся чему-то новому, как чего-то мы не знали, и к нашим знаниям мы это добавляем и практикуем. Появляются новые способы реабилитации, то, чего раньше не было, как новые ухаживающие средства, о которых мы не знали, например, ванночки, чтобы помыть голову, бабушки, дедушки. Но для того, чтобы получить выплату одного, окончания школы ухода мало. Закон устанавливает жесткие требования к претендентам на получение выплаты. Прежде всего, это граждане, проживающие на территории Московской области, не имеющие судимости, не имеющие заболеваний, психических расстройств, наркотической зависимости, токсической зависимости и не болеющие туберкулезом. Гражданин должен не иметь постоянное место работы на территории Московской области, и он принимает на уход, обслуживание инвалидов первой и второй группы. По окончании школы ухода гражданину выдается справка. Впоследствии специальная комиссия Министерства социального развития будет проводить проверки качества ухода за инвалидом. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.